Вот такую картину практически каждый год наблюдают пасечники не только Рязанской области. Это видео пришло из села Кирицы. На нем горы мертвых пчел. По мнению пасечников, насекомые могли отравиться химикатами, которые распыляют сельхозпроизводители на своих территориях. Огибнут пчелы в Кирицах, это однозначно. Я посмотрел видео, у них сердце крови блевается. Потому что недобросовестные сельхозпроизводители не уведомили пчеловодов, что они обрабатывают гербицидами. Есть законные постановления, есть правила, которые должны придерживаться сельхозруководители. Я хочу дать должное Министерству сельского хозяйства, что они создали в каждом уровне свой чат пчеловодов. То есть пчеловодов и людей, кто занимается непосредственно сельхозпроизводством товаров. И они все правильно, я нахожусь в чате в Рязанском районе, они уведомляют, что мы будем обрабатывать и так далее. Дмитрий Анохин – потомственный пчеловод в пятом поколении. Его семья занимается пасекой с 1880 года. В данный момент у них живет 100 пчелиных семей. У нас необычная пасека, у нас самый большой стационар в Рязанской области. То есть это очень интересная такая композиция, да, постройка. Пчелы, можем работать с пчелами в любую погоду. Мы, получается, работаем в здании, в доме, да, а пчелы летками направлены на улицу. Там будем практиковать апитерапию совсем скоро. Уже практикуем апитерапию, то есть это сон на ульях, доказано научным сообществом, то, что биоритмы человека и биоритмы пчелы схожи. И когда ты спишь на ульях, не на самих пчелах, а на ульях просто, да, под тобой работают. Получается, ты лежишь на трех семьях, и под тобой 200 тысяч пчел работают. И тем самым ты быстро, многовенно попадаешь в сон и начинаешь заряжаться энергетикой. Как говорит Дмитрий, дальность полета пчелы 5-7 километров, и хороший пасечник всегда знает, какие растения есть вокруг ульев. Он признается, что ему повезло, и рядом с семейной пасекой, находящейся в деревне Зубенки Рязанского района, много оврагов, полей и лесов. Поэтому мед получается разнотравный, очень насыщенный и полезный. Но даже в том случае, если вокруг пасеки Дмитрия сельхозпроизводители начнут распылять химикаты, вывести 100 ульев даже на время довольно проблематично. А ведь уже давно идут разговоры о сокращении численности пчел во всем мире. Мы с своей пасекой, потомственной пчелой до Фанохинах, запускаем проект. Хотим быть тоже состально ответственными в плане того, что не только производить мед и пчелопродукты, организовывать там апи-экскурсии и рассказывать просто обывателям, но хотим провести проект экскурсий, привлекая к себе на пасеку медицинское сообщество. Дмитрий говорит, что даже если один ребенок из ста захочет в дальнейшем заняться пчеловодством, это уже будет маленькая победа над восстановлением популяции пчел и развития пчеловодства. Недавно он выпустил социальный ролик для того, чтобы привлечь внимание людей к своему любимому делу. Почти такой же, как у Анжелины Джоли. Этим видеороликом мы не пытаемся, просто констатируя, что пчелы в опасности, нужно опустить руки. Мы доказываем обратное, что их можно спасти, развивая отрасль пчеловодства, привлекая в эту трудоемкую, но очень интересную, нужную для жизнедеятельности всего человечества отрасль сельского хозяйства молодых амбицированных специалистов. Пчелы – высокоорганизованные насекомые. Чтобы их спасти, по словам Дмитрия, выход только один. Нужно правильно подобрать место для пасеки, а если несчастье все же произошло, с виновных можно потребовать взыскание материального ущерба. Такие прецеденты в Рязанской области уже были. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».